В этом году наша страна отметила 73-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. 27 января 1944 года город был полностью освобожден от многолетнего гнета фашистских войск. Именно этому памятному событию посвящен третий этап военно-патриотической акции «Салют Победе», который на этот раз стартовал в городском поселении Голицыно. Третий этап эстафеты «Салют Победе» посвящен жителям блокадного Ленинграда, которые сегодня рядом с нами проживают в наших городских и сельских поселениях. В нашем районе 89 блокадников, живых свидетелей, те грозных событий. Чтобы вспомнить те непростые для нашего народа времена, у памятника обелисков Голицына собрались ученики местных школ, курсанты пограничного института, а также ветераны и дети блокадного Ленинграда. Победа в Великой Отечественной войне без победы, без стойкости, без мужества ленинградцев было бы невозможно. После панихиды и минуты молчания все участники митинга возложили цветы и запустили в небо белые воздушные шары, символизирующие мирное небо над головой. Ребята поспешили поделиться впечатлениями от участия в памятном митинге и передаче атрибутов эстафеты. Воевали все мои родственники, прадедушки, прабабушки. Некоторые были тружениками тыла, некоторые были непосредственно передовой. Отдельно хотел отметить своего деда Локтионова Николая Ивановича. Он был пулеметчиком и служил на Украинском фронте. Дошел до конца войны и умер в 1956 году. Каждый год мы ходим в Москву на Красную площадь и чтим его память. Я думаю, эти мероприятия нужны, чтобы мы не забывали о войне, отдавали дань памяти всем, кто воевал. Такие мероприятия, они действительно очень важны, чтобы люди не забывали, что было в нашей истории и гордились людьми, которые воевали за свою страну, за свой город, они отставили его своей жизнью. Передача копии «Знамени Победы» и раритетного радиорепродуктора следующему поселению участнику акции пройдет в Больших Веземок 20 апреля в культурно-досуговом центре «Октябрь». Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».